День. Час в час. Минута в минуту. Радио Болтком. Ну и мы продолжаем нашу программу. Радио Болтком в эфире. Олег Пек в студии. И сегодня мы, как обычно, каждую среду встречаемся с коучем Ольгой Троицыной. Здравствуйте. Доброе утро. Или добрый день? Доброе утро. Доброе утро. Приятно слышать. И мы сегодня продолжаем такую тему. Даже целый цикл у нас передач были посвящены тому, что же мы себе запрещаем. Может быть, перед тем, как мы продолжим этот список, вот буквально одной строчкой, что в краткое содержание предыдущих серий, о чем мы говорили в прошлых передачах? Благодарю. Я тоже подумала, что это было очень ценно в прошлом эфире собрать то, о чем мы говорили во время нашей первой встречи. Сейчас у нас уже было две встречи на эту тему. И я постараюсь, правда, тезисно напомнить, о чем мы говорили. Естественно, все это можно послушать в подкастах на сайте. Я знаю, что на YouTube выложили предыдущую нашу передачу. Тоже там можно и посмотреть заодно. Но если мы возвращаемся к нашей теме, то первое, о чем мы говорили, что мы себе запрещаем, это отказывать людям, когда нам этого так хочется. Потому что нам уже с детства привили чувство ответственности и научили говорить «нет». И нам кажется, что отказывать — это неприлично и неудобно. Момент, который второй мы обсудили, это мы запрещаем себе высказывать собственное мнение. Потому что большинство из нас считает, что собственное мнение лучше оставить при себе. И если мы его выскажем, то как бы чего плохого не получилось из этого. Потом мы себе запрещаем брать передышки, тайм-ауты, срочно или в скором порядке заканчивать какие-то дела для того, чтобы дать себе отдых. Потому что нам кажется, что без нас то, что мы делаем, все развалится, бизнес уйдет не туда, люди начнут делать что-то не так. И вот этот вечный наш трудоголик и перфекционист, который в нас живут, они нам не дают покоя. Также мы запрещаем себе отстаивать собственные интересы. Потому что сначала мы думаем, что надо думать о других. А о себе мы подумаем как-нибудь потом, может быть, даже в следующей жизни. Ещё мы проговорили про инициативу. Мне показалось, это очень интересный был такой момент, да, когда мы боимся лишний раз признаться друг другу в любви. Мы боимся сделать комплимент чужому человеку, хотя знаем, что человека это порадует. Это тоже такой момент. И, кстати, мне довольно многие знакомые потом звонили после эфира, мы обсуждали этот вопрос. Говорит, Оля, как ты правильно сказала? Потому что не столько каждый человек вспомнил какие-то случаи в жизни, когда он прошёл мимо и не отметил, да, что-то хорошее или что-то красивое в каком-то человеке. И вот это интересно, что именно этот пункт получил такой большой отзыв. И я думаю, что раз мы сфокусировались на этом, то в дальнейшем, и после того, как люди прослушают наши эфиры, они смогут исправить эту ошибку, да. И теперь, когда нас, наконец-то, выпустят, я надеюсь, с локдауна, да, мы выйдем на улицу, будем смотреть друг на друга, делать друг другу комплименты, отмечать всё-таки, какие мы красивые, прекрасные, жизнерадостные. Ну, а пока можно говорить, какая у вас прекрасная, красивая маска, в конце концов. Ну, у меня муж, кстати, предложил, говорит, уже можно придумать, чтобы на маске напечатать нижнюю часть лица каждого человека. То есть, когда ты одеваешь маску, говорит, и тогда издалека будет казаться, что идёт человек с нормальным лицом. То есть, я уже понимаю, что наши фантазии, нас уже заводят в какие-то такие дебри, когда мы начинаем думать о том, где достать маску со своими чертами лица. Но зато мужчинам, кстати, хорошо можно примерить усы. Представляете, вы же можете в 3D. Или наоборот, сделать маску без усов. Вас тогда 100% никто не узнает. Тоже интересно поэкспериментировать, да, или с бородой. Ну, женщинам там сложно, не знаю, что-то, наверное, придумать, если что, на голливудскую улыбку. Но тогда издалека будет казаться, наверное, что что-то не так точно после карантина, если ты всё время идёшь и улыбаешься. Хотя, почему нет? Ещё мы поговорили про ненавистную работу довольно много. Да, уделили ей внимание, почему мы боремся с неё уходить, какие у нас есть страхи, какие у нас есть опасения. Вот, и обо всём этом, естественно, нужно ещё раз напомнить. Прошлую нашу встречу мы довольно много времени уделили нашей внешности. Мы говорили о том, почему мы не покупаем в магазине вещи, которые нам нравятся. То есть что нас ограничивает, почему мы себе запрещаем покупать какие-то вещи и ставим ограничения в возрасте, что что-то нам не подходит, потому что возраст уже не тот, или потому что фигура не такая. Или я там не могу надеть джинсы, потому что как я в них буду выглядеть. Мы ещё обсудили, да, покупки, стоимость этих покупок, да, насколько мы можем себе позволить купить что-то подороже, что-то подешевле, где-то побаловать себя. И до сих пор помню ваш случай про Египет, да, про чашечку кофе. Просто такой очень яркий, мне прям запомнилось. Да, я думаю, что таких историй тоже у каждого из нас достаточно много. Что мы себе позволили, не что мы себе запретили, а что мы себе позволили, и мы помним этот момент, который мы себе позволили. И там ещё буквально про прошлую передачу ещё буквально пару, мне кажется, моментов. Момент был про то, что мы запрещаем себе мечтать, и тоже мы довольно много говорили, помните, про технику мечтания, да, как правильно помечтать, прочувствовать, побыть как бы в 3D в этой истории и как бы примерить на себя свою мечту и понять, правда ли это твоя мечта. Ну и да, и запрещаемся прислушиваться к собственным желаниям. Пожалуй, из краткого содержания предыдущей серии это всё. И теперь мы можем идти дальше ещё по списку, потому что мы остановились как раз на том, что ещё список достаточно велик. Ой, я надеюсь, что уже не столь велик. Правда, когда я думала об одном пункте, я написала целый лист А4, что мне так хочется побольше в него вложить, побольше рассказать, но я всё-таки буду стараться следить за временем. Это для меня будет такой челлендж сегодня, чтобы всё-таки закончить эту тему и перейти к какой-то следующей. У меня тоже уже есть много идей по поводу следующих тем, и можно уже будет начать о чём-то другом разговаривать, но не менее интересным и полезным. Хорошо. Я напомню нашим слушателям, что телефоны в студии 67212-9399, 67213-9399, ничего не мешает вам дозвониться, может быть, тоже поделиться своими наблюдениями, своим опытом, своими какими-то мыслями по поводу того, о чём нам сегодня рассказывает Ольга Троицына, коуч. Да, а сегодня я бы хотела поговорить о детях, о том, что мы себе запрещаем в отношении детей. И тема мне показалась, поскольку у меня у самой двое детей, у меня подростки, 13 и 18 лет, 18 лет уже, наверное, не подросток, а вообще уже взрослый молодой человек, поэтому в марте исполнилось 18, и чувствуешь себя как-то так немножко по-другому. То есть ты чувствуешь себя как бы причастной к жизни уже взрослого человека. Ты уже не чувствуешь себя как бы стопроцентной мамой, такой наседкой, а ты уже сожительствуешь с самостоятельной личностью. И вот в связи с этим, конечно, тоже очень много размышлений и про школу, и про удалёнку, и про наши отношения с детьми. И я смотрю, что происходит вокруг и у знакомых, как складываются отношения. И я понимаю, что вот в этом моменте как раз позволить себе доверять детям очень много интересных таких подводных камней, я бы сказала. То есть часть из нас, как и родители, вообще не доверяют своим детям. То есть у нас внутри в голове есть какой-то, видимо, определённый, может быть, возраст ребёнка, с которого мы начнём ему доверять. Может быть, вообще этого возраста нет. Может быть, вообще есть установка, что они до 100 лет будут наши дети. И вот это тоже очень интересно, как мы воспринимаем, то есть с какого момента мы считаем, что они являются самостоятельной личностью, с какого момента мы считаем, что дети могут уже принимать какие-то решения и выстраивать собственную жизнь. Или мы должны их вести за ручку до конца, там как минимум школы. Кто-то, может быть, считает, что надо, пока ребёнок не работает, а после школы и в университете. Ребёнок может не работать. Да, это тоже зависит, наверное, от того, как мы детей, с какого возраста приучаем к деньгам и с какого возраста мы объясняем детям, что было бы неплохо начать работать. То есть мы тоже этот вопрос, кстати, пропадровсков обсуждали ещё где-то в самом начале нашего разговора. Это тоже нужно, я думаю, найти в архивах, что, в принципе, с 15 лет можно уже в Латвии официально найти работу. И, по сути, мне кажется, что если ребёнок, 15-летний, может уже сам заработать денег, то надо к нему относиться уже соответствующе, уже с уважением, как к самостоятельной единице. И уж точно принимать решения относительно школы, относительно учёбы, относительно своих оценок он может сам. И вот тут вот интересно, что мы себе позволяем. То есть очень многие считают, например, я могу чётко рассказать, что до прошлого года, когда ещё не было локдауна, я жила в приложении Эклассе и контролировала своего ребёнка. Ему тогда было 12 лет. В школе нам сразу директор сказала о том, что родители, мужайтесь. Это был у него шестой, пятый, шестой класс. Это самый сложный момент, когда мы можем наших детей условно потерять, и у них там подростковый период и так далее. Берите их, не знаю, как это даже назвать, в охаку в руки под контроль и не выпускайте, иначе будет беда. И вы знаете, что самое интересное? То есть вот какую установку нам в нашу голову вложили, я так думаю, с такой установкой мы и идём. И ровно столько, сколько мы учились, у меня ребёнок учился в этой школе, я проживала с этой установкой. То есть каждый час я заходила в Эклассе. Каждая плохая оценка для меня была личной трагедией, потому что я училась в школе хорошо, я, естественно, перфекционист, отличник, комсомолка, и кто там, как говорится. То есть, естественно, я перекладываю свои какие-то ожидания на ребёнка, что вдвоём-то мы точно так сможем. Но чётко я понимала, что в школу-то ходит ребёнок, и уроки-то сидит ребёнок, то есть я могу что-то дома помочь, но сделать я всё не могу. И школа не заканчивалась просто так. Я ещё начинала писать учителям, естественно, если мне показалось, ребёнок же говорит, что он вообще не виноват никогда. Все учителя, просто конкретные, мягко говоря, сволочи, они неправильно ставят оценки, они вызывают тогда, когда я не готов, они вообще не интересуются моим глубоким внутренним миром. То есть виноваты все вокруг, но точно не ребёнок, который в этот момент сидит радостно, играет в телефон, потому что мама точно разрулит все сложные вопросы в школе. И вот этот момент мы же решаем, как мы будем к этому относиться. Мы же решаем, доверяем мы ребёнку вести этот школьный процесс, или мы берём это на себя, и в результате мы тратим огромное количество времени, огромное количество энергии. И вечером, естественно, ни о каком хорошем настроении может быть и речи, если у нас дома картина снова двойка. И всё. И оттуда тоже происходят какие-то такие, как бы негативный опыт, который мы несем дальше, и который нам мешает, естественно, наслаждаться нашей же жизнью. А у ребёнка, скорее всего, может быть, всё хорошо. Он пришёл за школу, у него учителя все виноваты, у него всё прекрасно, мир не рухнул. И как все они говорят, что, боже мой, от того, что у тебя двойка или четвёрка, ну что произошло? Ну ничего страшного вообще не произошло. Из-за чего такой кипиш? Почему меня лишают чего-то? Это одна история. Вторая история, наоборот, когда родители сильно доверяют. И даже не то, что доверяют, а как-то дают полностью на откуп и вообще не вникают в этот вопрос. И чем это заканчивается? То есть у родителей стресс не меньше, потому что там просто сыпется череда плохих оценок, ну потому что ты доверил всё ребёнку. И он радостно понимает, что никогда не за одну оценку, возможно, там ничего плохого ему не прилетит. Или в лучшем случае будут какие-то санкции типа отключенного компьютера. И на этом всё. То есть вот какая история? Мы не доверяем ребёнку в первом случае, ему полностью всю свою жизнь как бы посвящаем учёбе в этой школе. Второе, наоборот, мы не посвящаем, но мы точно знаем, что мы мыслями в этой школе и в этой учёбе. Но мы же волнуемся о нашей. Если у ребёнка постоянно плохие оценки, он постоянно не справляется, и мы только отключаем за это ему компьютер в надежде, что у него какое-то сознание проснётся. Непонятно, какое сознание. То есть учусь плохо, компьютера нет. И дети к этой новой реальности довольно быстро привыкают. И я не думаю, что они утром просыпаются. И такой, всё, теперь с сегодняшнего утра всё будет по-другому. Вернее, нет. У них эти проблески сознания точно есть, но только через 10 минут всё становится, как и было. Вот это всё будет по-другому, вот это ничего не перещелкивается. И наша жизнь, она вот крутится вокруг этого. Как найти эту золотую середину? То есть мы, я понимаю, можем кидаться в сторону тотального контроля, можем полностью выпускать из рук, но вот мы видим, что обе ситуации не очень правильные. Я думаю, что надо смотреть на детей, потому что там в каждом классе, я думаю, что в каждой школе, в каждом классе есть очень сознательные дети. Там родители, я не знаю, они, наверное, в прошлой жизни что-то очень хорошее сделали, спасли какую-нибудь маленькую страну от вымирания, когда они говорят, да вы что, у меня дочка сама учится, отличница, ещё приходит домой, полы моет, мне ужин готовит. Не знаю, каким богам молились родители, почему у них так получилось. То есть в остальных случаях, мне кажется, надо очень чётко и объективно смотреть на ребёнка и объективно оценивать свои возможности. И что-то можно доверить. И я думаю, что это как любой процесс по чуть-чуть. То есть если у вас была до этого тотальная свобода, и она вылилась в забор из колов, из единиц, вы понимаете, что что-то происходит не так. Это вот как в коучинге первое, что что-то происходит не так. Что сделать по-другому? То есть есть какие-то предметы, которые ребёнок, если упустил, он не потянет сам. Ну вот, например, ту же математику, допустим, геометрия или какая-то арифметика. Я слабо вижу, чтобы ребёнок сам сел, открыл интернет, открыл какой-нибудь YouTube или какие-то книжки самоучителей и вдруг начал эту тему сам как-то догонять. Ну нет, то есть всем нужна помощь. Смотрите, мы говорим о том, что взрослые люди ходят к психологам, ходят к коучам, потому что они с чем-то не справляются. Я думаю, что у детей ровно то же самое. То есть если вы видите по каким-то важным предметам, ну всё-таки английский, математика и так далее, надо брать репетитора. Либо выделять выходные и стараться, чтобы единственное, это, конечно, не ухудшило ваше отношение, разобраться с этим предметом. Я, конечно, всегда за третьих лиц. Как бы хорошо я не знала предмет, всё равно со своим ребёнком заниматься очень тяжело. Всё равно это эмоционально тяжело, всё равно там будут какие-то конфликты. Просто проще за этот час заплатить человеку и получить какой-то результат. То есть необходимо освобождать себя. И если мы говорим о вопросах в деньгах, что мне же надо этому репетитору заплатить эти деньги, а где эти деньги взять? Тогда у меня вопрос к родителям. Давайте думать о каком-то финансовом мышлении. Давайте думать, а где мне взять, не знаю, там 15 евро ребёнку, заплатить за репетитора. Тогда тут работа идёт, но тогда родители занимаются своими делами, зарабатывают деньги, а репетиторы занимаются с детьми, чтобы дети хорошо учились. Но это в каждой семье, естественно, подход свой, что мы ожидаем и зачем мы это делаем. Потому что, как мой муж опять-таки хорошо сказал, говорит, ты понимаешь, что школа – это самая лучшая школа жизни. Лучше пусть они узнают у учителей, одноклассников, что такое плохая оценка, что такое, когда все виноваты, что такое, когда ты сам виноват, что такое, когда ты не можешь исправить и уболтать учительницу, поулыбаться, как это бывает, когда необратимые процессы. Потому что у детей кажется, что они в сказке живут, что всё обратимо. Сегодня плохая оценка, завтра пошёл исправил, у меня хорошая оценка. И учитель должен обязательно понять, каждого ученика он должен войти в положение и обязательно всё исправить. И когда этого не происходит, у детей складывается тоже картина мира, что родные, давайте-ка думать всё-таки в тот момент, когда ты это делаешь, что не всё можно исправить потом. И точно так же, и я знаю, что в отношениях, и неважно это мужчина или женщина, очень многие думают, что я сегодня где-то там накосячу что-то сделаю, но меня точно простят. А с чего вы взяли, что всё всегда, везде можно прощать? То есть если в школе всегда прощали, в семье всегда прощали, конечно, ты с такой привычкой перейдёшь в жизнь. И вот лучше в школе понять основные вот эти вот законы, как всё существует, через плохие оценки, через какие-то конфликты с одноклассниками. То есть и полную стерильность нельзя делать, но и при этом им тоже надо пробираться и пробиваться как-то в свою жизнь. И мне интересно. Вот про навыки я вспомнила. Мы всё время вот в этом сверхконтроле, нам кажется, что мы знаем как надо, да, и мы всё время там из-за детей учимся. Но, например, мы уже в нашем возрасте, мы тоже говорили про подростков, мы уже половину не знаем. Мы не так хорошо ориентируемся в соцсетях, и мы не так хорошо, там может быть, в гугле что-то можем найти. Но дети же к нам не подходят и не говорят, и не стучат нам по голове о том, что что это ты тут не разобрался в ТикТоке, ты вообще посмотри на себя, как ты можешь мне что-то говорить. То есть они осваивают какие-то вещи гораздо лучше, чем мы. И знают это лучше, но они никак нам это не навязывают. А мы считаем, что вот мы какие-то свою картину мира мы можем навязать. У нас между тем есть звонок. Здравствуйте, доброе утро. Доброе утро. Вы знаете, часто родители отказывают ребенку в том, что он тоже человек, с ним не разговаривают, с ним обращаются типа начальник-подчиненный. Я помню, читала про одну девочку, которой скажешь, принеси стакан воды, она не пойдет. Но если ей сказать, что мама хочет пить, поэтому надо ей принести воду, девочка пойдет. И вот мой племянник, я в 3-4 года по двум случаям, помню, поняла, что у него чувство собственного достоинства очень хорошо развито. Вот в этом часто очень родители отказывают детям. Спасибо. Спасибо. Между прочим, очень правильное замечание, что мы отказываем нашим детям в том, что они люди. Это в первом случае там сверхконтроля. Но мы, поскольку наша основная тема все-таки, в чем мы отказываем себе. И вот если мы смотрим через детей, мы, получается, в какой-то момент времени отказываем себе в собственной жизни, потому что считаем, что этот период времени мы должны посвятить детям. И слышала очень интересную лекцию буквально недавно про, опять-таки, отношение к детям. То есть, как мы, для чего мы растим детей, если так можно даже. для чего? То есть, многие растят детей, чтобы они стали потом опорой для нас, опорой и поддержкой. То есть, мы работаем на детей, и потом дети нам будут обеспечивать пенсию. То есть, я отдала всю свою жизнь или отдал всю свою жизнь, да, я вложил все свои деньги или работал для того, чтобы мой ребенок смог, допустим, поехать за границу учиться. Да, и поэтому я буду ожидать, а мы ожидаем тогда от детей, да, что каким-то образом они эту благодарность нам вернут. И вот мне кажется, это самое страшное, когда дети живут с чувством какой-то вины, да, что родители вот много работали днями и ночами для того, чтобы купить им этот билет в свет. Что потом с этим чувством виной? Это же не любовь, это же не искренняя забота, да, это как будто возврат долга. И вот если бы в этот момент тоже понять, что мы работаем для себя, и мы работаем на свою пенсию, а детям мы покормили, напоили, дали образование, они сами в 18 лет могут уже определиться, да, они идут там, я не знаю, в университет, или они идут работать, или они еще что-то. То есть какую-то поддержку мы можем оказывать, но мы ни в коем случае не можем перекладывать фокус своей жизни вот этого на фокус детей, что теперь-то вот он пойдет работать, например, да, отучившись в университете, и я наконец-то смогу уйти с работы. Катастрофа. То есть он пойдет работать, и он будет содержать себя, он будет содержать свою семью. Если вам нравится своя работа, вы продолжаете работать, если не нравится, вы уходите, ищите какие-то источники, другие источники дохода. И вот как бы я за то, чтобы мы позволяли себе жить своей жизнью, да, и позволять детям строить свою жизнь, не перекладывая на них какие-то сверхожидания, какое-то чувство вины. Очень, да, такой важный, мне кажется, пункт, который касается многих наших слушателей. Вот. Про детей сказала много, достаточно много времени заняло, дальше думаю, что будет быстрее, но мне очень хотелось, потому что, наверное, у меня есть дети, мне как-то хотелось донести эту важность, ценность, эта тема очень глубокая, конечно, отношений, да, родителей и детей, ну, хотя бы мы немножечко ее затронули. Да, может быть, когда-нибудь еще вернемся к этой теме отношений родителей и детей, ну, и можно будет как-то взглянуть под другим углом, как наша слушательница, например, высказала свое мнение. Переходим дальше. Да. Дальше берем у нас тема общественное мнение, что мы запрещаем себе быть свободными от этого общественного мнения. Тут тоже такой интересный момент. Многие же, даже, ну, не многие из нас, да, наверное, многие из нас, я даже сама помню, с каким девизом я выходила замуж в 22 года, потому что, если у тебя есть молодой человек, и вы уже живете вместе, вы, естественно, должны пожениться. То есть там вообще никаких вариантов не было. То есть и это общественное мнение, это мнение родителей, да, и повезло, что мы, в общем, столько лет в браке, да, и все хорошо, но вот эти вот внешние установки, они очень сильно мешают. И я знаю, что многие люди, там, мужчины или женщины, они до сих пор живут с тем, что они не соответствуют этому общественному мнению, да, мы не будем говорить вообще про однополые браки, отношения, это же вообще за гранью, да, как будто понимание общественности. И как много, вот или, например, ты там, наоборот, много лет был в браке, и ты понимаешь, что всё, брак изжил с тебя, и сколько людей в них остаются в этих отношениях, да, потому что, а как за это время нажито такое количество друзей и родителей, как это будет выглядеть, если мы разойдёмся. И причём это, могут сказать, люди и в 30, и в 40 лет, а нам ещё и ей жить, да, там по 40, да, и всё равно они уже как бы находятся в рамках, что как будто так удобнее, как будто это зона комфорта, хотя я не могу себе представить, как можно быть в зоне комфорта с нелюбимым человеком, да, и когда ты каждый день, конечно, можно себе объяснять, что мы с ним как брат с сестрой, это тоже самая популярная фраза, да, когда мужчины, например, не знаю, возможно, встречают каких-то женщин на стороне, да, говорят, ты женат, я женат, это ничего не значит, мы с ней давно уже просто живём как родственники, у меня сразу вопрос, а зачем вы живёте как родственники, ну, у нас дети, а как вы думаете, дети не чувствуют, что вы уже как бы не просто муж и жена, да, вы воспитываете и в большой такой дружной семье, да, ну, тогда можно там бабушек, дедушек уже позвать и просто жить в семье, да, это уже не про любовь, это не про страсть, это не про отношения, и вот насколько мы позволяем себе, вот, вот, несмотря на на это общественное мнение, я восхищаюсь людьми, которые, например, там, три-четыре раза в браке бывают, мне кажется, это честное отношение, то есть, конечно, можно тянуть один брак и иметь там какие-то отношения на стороне, но зато у тебя один человек всю твою жизнь как будто тебе где-то памятник поставят, да, как будто там, я не знаю, на кладбище на этой самой что-то напишут от того, что у него будет позолоченный теперь памятник, потому что он там не был честным со всеми, включая себя, но зато прожил там в браке с одним человеком много-много лет. Вот я, наверное, все-таки про то, чтобы мы были честными, мы тоже уже в каких-то эфирах про это говорили, да, что такое быть честным с собой, и вот это, наверное, тоже общественное мнение, насколько мы от него зависим и насколько мы позволяем от него не зависеть. Можно вспомнить, я не знаю, у меня сразу приходят на ум художники-импрессионисты, которым приходилось идти против общественного мнения и практически вот против мнения семьи, которая хотела, чтобы они, например, занимались какой-то серьезной, ну, с точки зрения вот семьи, работой, а не просто мазней, а люди, ну, вот, которые верили в себя, верили в свое предназначение, что это им предназначено, вот именно так видеть мир, вот я всегда восхищался тем, насколько эти люди, ну, смогли выстоять, кто смог, ну, в общем, у кого-то сложилась драматическая судьба, но тем не менее, вот там, не знаю, имена там Ван Гога, Клода Моне, который тоже очень много перенес там всяких лишений, страданий, пока все-таки в финале жизни он мог наслаждаться и признанием, и тем, что все-таки он доказал всем, что именно он был прав. Знаете, какая фраза сейчас в голову? Если ты не будешь реализовывать свои мечты, то кто-то будет через тебя реализовывать свои. Да. И вот тут, наверное, это каждый выбор каждого из нас, да, то есть если мы будем зависеть от мнения окружающих или от внешнего мира, ну, тогда мы будем просто удобны людям, которые находятся вокруг нас, да, и каким-то образом мы будем являться частью их жизни и участвовать в их жизни так, как удобно им и так, как нужно им тот, кто посмелее и тот, кто идет по пути к своей мечте. Возможно, да, и вот, конечно, общественное мнение, оно давит, и, наверное, раньше было гораздо труднее, не знаю, лет сто назад, да еще и пятьдесят лет назад жить в обществе и не зависеть от общественного мнения, ходить с другой стрижкой, слушать неправильную музыку, то есть это было практически вызовом общества. Я как раз где-то недавно прочитала, что если бы не было таких людей, то в мире не было бы гениев, не было бы людей, которых мы сейчас изучаем в истории. Если бы все были как все, если бы все подстраивались под мнение окружающих, если бы люди не, вот мы переходим к следующему пункту, не подстраивали мир под себя, а подстраивались под этот мир, я думаю, что нам нечего было бы изучать, нам незачем было бы ходить в музеи, мы не смотрели бы на эти произведения искусства, потому что люди, которые не могут себе позволить самовыражаться вопреки всему, наверное, бы не создали ничего такого, что осталось бы в истории. Ну, может быть, мы жили бы в пещерах и охотились на мамонтов, как делали наши предки, собственно говоря, и так и положено жить, не выходя за рамки пещеры. Ну, из последнего, что меня восхитило, это этот банан, да, скотчем чёрным приклеенный, как современное искусство. Что это? Что это было? Почему оно было, да? Кто себе это позволил? Почему сказали, что это здорово, это дорого, и это везде прошлось? То есть, это же что-то потрясающее. То есть, где-то, в каких-то местах это всё есть, да, вокруг нас, и вот это происходит либо с нами, либо это происходит с кем-то. И вот это вот тоже подконтрольность, то есть, почему мы боимся, наверное, идти против общественного мнения и боимся подстраивать мир под себя, потому что мы до конца не верим в собственные силы, и мы не верим в то, что этот мир и эти процессы можно сделать подконтрольными. И чем, опять-таки, очень хорошо, и как бы мы занимаемся на сессиях с клиентами, у нас был эфир про смарт, целепостановка, цели по смарту, да, и мы говорили про подконтрольность, и здесь то же самое, что, по сути, если всё правильно продумать, очень многие вещи можно сделать подконтрольными, если смотреть на них под правильным углом. И когда мы чувствуем, что мы контролируем хотя бы больше, чем половину процессов нашей жизни, нам становится комфортно. То есть, и тут мы тоже переходим, там, есть следующий момент, да, мы не позволяем себе, мы запрещаем себе перестать тревожиться. То есть, мы постоянно находимся в каких-то, в каких-то переживаниях, да, мы постоянно думаем, скорее всего, о каких-то возможных угрозах, о каких-то возможных неприятных ситуациях, которые заставляют нас стрессовать сейчас. И мы тоже думали, может быть, сделать тему про здесь и сейчас, я не знаю, хватит ли её там на целый эфир, или её можно будет с чем-то объединить, да, что такое здесь и сейчас и почему мы тревожимся, потому что мы всё время вспоминаем негативный опыт прошлого. Опять-таки, есть очень интересное упражнение, если мы не только про теорию, да, ещё и про практику, держать фокус на тех событиях, которые будут подтверждать ваши позитивные установки. Так, как-то я очень сложно, наверное, сказала, да, попробую простить, сказать языком попроще. Ну, то есть, например, если нам кажется, что у людей нет денег, страна бедная, ничего сейчас не происходит, для изменений нету никакой, вообще никаких внешних обстоятельств, там лучше сидеть и тревожиться, да, потому что, возможно, дальше будет ещё хуже, то попробуй держать фокус на людях и на событиях, у которых всё происходит. Например, я начала это буквально даже пару недель назад сама практиковать, потому что наш же мозг, мы тоже, по-моему, уже обсуждали, да, что он вытаскивает из внешнего мира то, что нам подходит сейчас. И я решила, что я буду фокусироваться только на тех людях, на тех ситуациях, на тех бизнесах, которые сейчас процветают. Они есть, их довольно много, да, и если задаться этой целью, например, вчера ко мне проходила мимо моего офиса знакомая, я её не видела лет 7, я залезла сегодня даже в документы, поскольку это была клиентка, когда у меня была своя фирма, ей 70 лет, она пришла ко мне и сказала, у меня фирма, говорит, но у меня до сих пор она небольшая, 17 человек, они занимаются достаточно серьёзными техническими проектами, этот квартал они закончили лучше, чем квартал прошлого года, хотя тогда пандемии ещё не было. они участвуют в тендерах, они получили деньги от государства, и у неё всё прекрасно. Вот понимаете, я её не хотела отпускать. Я вчера целый час не общалась, я просто впитывала энергетику и философию этого человека. Человек просто шёл по улице, позвонил, говорит, Оль, я помню, у тебя офис был. Ну вот, 7 лет мы не виделись, да, и я узнаю, что всё классно. То есть, наверное, если бы пришёл человек и рассказывал, что у него всё плохо, я думаю, встреча была минут 10, потому что всё плохо, я сейчас не хочу, этого добра везде хватает. А человек приходит и делится, и тут она может, мне кажется, мотивационные мастер-классы вести, да, то есть и возраст, и про то, что себе позволить, и вести бизнес, и не зацикливаться, что бизнес сложный и этого невозможно. Но о чём мы говорим? Точно так же там и недвижимость у нас продаётся, и это зависит от того, и каждый человек, вот сейчас даже, кто нас слушает, он может просто принять решение, что я буду фокусироваться только на тех событиях, которые мне нравятся, приятны, и буду доказывать, что всё вокруг хорошо. И это реально работает. Потрясающе. Что ещё в списке у вас? Про безумные поступки будем говорить? Ну, давайте. Или то, что мы запрещаем себе безумные поступки, это будем относить относить к сохранению своего, я даже не знаю, здоровья, да, лишь бы не убиться. Но с другой стороны, безумные поступки, мы довольно часто упоминаем людей, которые там мечтали, да, попасть в какое-то кругосветное путешествие, да, или запрещают себе какие-то путешествия в дальние страны. Для меня, как для человека европейского, для меня это уже как бы подвиг, да, и мне кажется, это уже безумный поступок поехать куда-то там даже в Африку на неделю или там, не дай бог, вообще отправиться в горы. У меня тоже есть знакомые, которым очень нравится, вот для них альпинизм, это прямо страсть. Мне кажется, это вообще страшнее не бывает, то есть человек уходит в горы, ну, нет вообще гарантии, да, что он оттуда вернется, это по-разному бывает, и вот тоже кому-то нравится, и он сидит, смотрит по телевизору National Geographic, да, или какой-то там про природу, да, эти горы. А есть люди, которые себе это позволяют, очень многие позволяют уже в том возрасте, в котором, казалось бы, себе уже позволяет что-то поздно, и вот тут мне тоже кажется классно составить список своих каких-то мечт и желаний, которые ты не выполнил, но к ним можно хотя бы приблизиться, независимо от того, сколько тебе лет. Ну, ладно, не надо на пик на самый, да, но можно хотя бы доехать и посмотреть, как это выглядит, хотя бы ту страну посетить, да, и опять-таки, почему мы себе отказали в этом желании, потому что мы этот ресурс передвинули куда-то, мы уже говорили, этот ресурс можно в детей вложить, да, и деньги, то есть я себе отказал в путешествии, потому что я там оплатил обучение, например, и вот что вот с этими безумными поступками? У кого есть желание, кто их реализовывает, и у кого есть желание, кто их не реализовывает? Что-то у нас со звуком, или? Нет, все хорошо. Все, я просто испугался, такая пауза повисла. Ну, в принципе, наверное, подошли к заключению, и, наверное, к основной такой нашей ценности, это наше здоровье, да, которое тоже является почему-то у нас, у большинства, в последнем списке, да, то есть насколько мы вообще заботимся о своем здоровье, то есть мы начинаем ходить по врачам, когда у нас что-то начинает болеть, тут у нас и установки, про которые мы тоже говорили, да, о том, что ты пойдешь, тебе там что-то выпишут, какие-то там несусветные лекарства, напичкают какой-то химией, да, и ничего хорошего не будет, и вот почему мы ожидаем пока что-то не случится, причем у меня тоже очень много знакомых, и это вообще никак не связано с деньгами, и никак не связано с тем, с возможностями, все все равно затягивают, и многие говорят, что я там уже полгода думаю о том, что надо записаться к врачу, я уже там хочу пять лет сделать себе зубы, и даже уже деньги на это дело отложил, как будто у нас зубы сами вырастут или сами восстановятся, вот никогда не слышно, а голоса еще... А есть, зубы восстановятся, сейчас ученые открыли, но это совсем отдельная тема, я так обрадовался, когда узнал эту новость, что, но это еще не скоро, эти технологии, но их открыли. Я думала, что человека скрестили с акулой, у акулы же, да, по-моему, там всю жизнь растут зубы и восстанавливаются, у нее там в три ряда, мне кажется, эта челюсть, то есть я вот все жду, когда же, когда у нас вколят этот ген, да, и все, что у нас отвалилось, или, да, зубы, это в первую очередь, когда они смогут сами вырастать. Видите, если вы говорите, что это не скоро, значит, наверное, услышав наш эфир, надо пойти позаписаться по различным врачам, потому что, опять-таки, в пандемию, что интересно, так как я стараюсь держать фокус на хорошем, огромное количество людей пошло по врачам, люди перестали путешествовать, я знаю, что большинство, кто хотел как раз делать, зубы сделали, там какие-то улучшения сделали, клиники, битком, и не записаться, потому что люди занялись своим здоровьем, а может быть, это опять-таки плюс этой пандемии, что мы об этом стали задумываться, и окончание нашего эфира и нашей длинной такой темы, я не думаю, что мы будем там подытоживать, наверное, еще раз, о чем мы говорили в этом эфире, но в целом я бы хотела сказать, что мы часто себе запрещаем улыбаться, а улыбка – это все, и люди всегда же говорят, что почему-то, приезжая в Латвию, у нас очень унылые люди и грустные, и те, кто бывает за границей, и в больших странах, ну там Италия или Испания, это теплые страны, Португалия, там всегда люди улыбаются, а почему-то в Латвии вот всегда говорят, что мы ходим с грустными лицами, и вот мне так кажется, улыбка же, если мы будем считать, что улыбка – это не является прямой проекцией наших прекрасных каких-то событий за сегодняшний день, что я улыбаюсь только потому, что мне выплатили премию, или я улыбаюсь, потому что мне сделали дорогой подарок. А если мы будем считать, что улыбка является необходимой частью физиологического процесса, который благотворно влияет на весь наш организм, и когда мы улыбаемся, и на нас смотрят люди, у них тоже улучшается настроение, и это просто надо вот практиковать в себе, мне кажется, что тоже мир станет прекрасней. Ну что же, улыбнемся, и улыбнемся и мы друг к дружке. Я напомню, что с нами на прямой связи была коуч Ольга Троицына. Мы на протяжении трех программ говорили о том, что мы себе запрещаем, в чем мы себе отказываем, и все три программы можно будет посмотреть обязательно у нас на Ютюбе или в подкастах. Спасибо большое. Следующая среда обязательно будем снова встречаться с новыми темами, и обязательно я к нашим слушателям уже обращаюсь, включайте радиоприемник в 11 часов. Спасибо большое, хорошего дня и всего доброго. Спасибо. У нас еще есть 10 минут, я могу рассказать про осознанность. У нас нет, к сожалению, у нас 4 минутки всего. 4 минутки осталось. Тогда про осознанность мы поговорим в следующих эфирах. Всего доброго тогда. Счастливо.